Итак, напоминаю, меня зовут Анастасия Косинец, я заместитель руководителя направления ЮВА в компании ПАК ГРУП. И сегодня наш второй день прекрасного, на мой взгляд, обучающего проекта под названием «Улетай в Тай». Мы решили вам помнить перед высоким сезоном, что такое Таиланд, что такое отельная база. Познакомить и напомнить вам о самых популярных отелях, с которыми, возможно, на Новый год уже не так просто найти наличие, но, тем не менее, сезон у нас достаточно большой. Плюс Таиланд, я считаю, круглогодичным именно по сезону страной, потому что очень страна большая сама по себе, много курортов с разной сезонностью. Поэтому в любом случае на этом обучающем проекте мы с вами будем разговаривать не только про Пхукет, а и про другие регионы. Вчера вы познакомились с Каллаком. Сегодня наш день будет посвящен отелям сети Банян-3 Ангсана. Будет разделен сегодня день на две части, чтобы сильно вас не загружать информацией, чтобы у вас было время на отдых, на сохранение всех своих записей. Может быть, в период между этими двумя сегодня выпусками что-то вы успеете забронировать, чего, конечно же, вам желаем. Ждем, когда к нам подключится Елизавета. В принципе, готова, ждем только тебя. Елизавета подключилась. Шикарно. Здрасте, Настя. Слушайте, на самом деле классный проект, честно скажу. Всем привет. Надеюсь, меня слышно, видно. Если нет, я знаю, все напишут, что не слышно, не видно. Мне особенно нравится название «Улетай в тай». Оно как и на русском «Улетай в тай», так и на английском «Flight the tie» звучит. И я надеюсь, что это будет у нас ежегодный проект. Это прямо классная идея. Всегда есть новости, чем можно делиться. Поэтому спасибо компании. Мне даже, да, и спасибо, на самом деле, всем тем, кто так откликнулся, очень оперативно, особенно Лиза. Скорость просто поражает. На самом деле, да, тут и название очень влияет. И влияют приятные такие новости по поводу расширения полетной программы, регулярных рейсов, чартерных рейсов. И, конечно, мы по количеству заявок видим, насколько клиент, да, туристы соскучились по этому направлению. Вот, поэтому передаю слово тебе, чтобы ты им сегодня с утра напомнила, что такое отели «Банян-3». Вот, и встретимся еще также в час дня на второй части. Супер, договорились. Спасибо. Все, спасибо, Настя, спасибо. Так, еще раз добрый день всем, кто успевает подключиться к нам. Давайте, включайтесь. Сегодня у нас будет активный вебинар. Постараемся тоже уложить немножечко, три отеля в наш там час, сколько времени у нас с вами есть. А потом сделаем, как правильно сказал Настя, маленький перерыв. У нас будет еще «Анксана» и «Кассия». Возможно, вы знаете, если нет, я напомню, что это группа компании «Банян-3», и в нее входят такие подбренды, как «Анксана», «Кассия», ну и, соответственно, «Банян-3», «Hotels & Resort». А в Таиланде у нас таких баньянов три штуки. Не считая Бангкока, городского, мы говорим только про курортные отели. В частности, «Банян-3». Новости есть, о коих каких вы уже слышали. Ну, мы так аккуратно к ним придем и окунемся в некоторые новости отеля «Банян-3» «Пукет». Начнем с него. Итак, он находится, как вы знаете, кто не знает, возможно, это, может быть, кто-то начинает работать с Таиланда, мне так давно начал, или что-то забылось за время пандемии и за время активных продаж в Мальдив. Возвращаемся, наконец-то, в Таиланд. Спасибо прямым рейсам, национальных перевозчиков и не только. Итак, «Пукет». Мы прилетаем в международный аэропорт «Пукет» и от аэропорта у нас всего порядка 30 минут. Если там совсем без пробок, очень комфортно и удобно, мы доезжаем до отеля «Банян-3» «Пукет». Я сейчас больше немножко своих впечатлений добавлю. Наконец-то я побывала в этом прекрасном отеле, в этой прекрасной стране. И скажу честно, что рейс такой был у нас довольно комфортный, удобный, ночной. Прилетели с утра, но заселение всегда надо напоминать всем клиентам, что это стандартное заселение в отелях, которое проходит с трех часов дня. В редких случаях они могут заселить в районе четырех, если у них какой-то там большой выезд. Это то, на что попали мы. Это была какая-то большая индийская свадьба, и смогли заселить меня только в четыре часа, но не теряя времени, взяли там вещи, пошли на пляж, либо у бассейна уже можно лежать, так скажем, почилить, простите меня за фамильяризм. Итак, это пляж Бангтао. Кто знаком с Бангтао, поднимайте руки. Кто был в Таиланде, поднимайте две руки. Бангтао – это пляж, который длит... Вообще, дети пишут, что это три километра практически белого песка. Он, конечно, не сильно белый, но и даже больше, чем три километра. Очень просторный, хороший пляж, можно там гулять в разные... Ты направо пойдешь, налево пойдешь. Можно много интересного найти и куда-то сходить, зайти, рестораны, кафе. То есть, в принципе, не скучное место. Я скажу сразу. Если что-то еще захочется поделать рядом с нами, в пределах 30 минут, находится у нас Elephant Sanctuary. Можно сидеть с кланом, там их несколько, три штуки, пообщаться с этими милыми животными. В пределах 10 минут от нас находится такой, как Бот-авеню, где тоже ресторанчики, магазины. Если что-то нужно купить или просто хочется выбраться куда-то. Так, да, желтенький пляж – это так оно и есть. И он такой довольно... Более крупноват. Крупноват, мне так показался. И вот, что самое важное и первое. Давайте с этого начнем. Будут вопросы сразу пишите, задавайте. Пляж. Может быть, вы уже слышали про то, что пляж у нас вот здесь находится у Банян-3. Кстати, мне нравится очень эта фотография, потому что тут сразу видно у нас Банян-3 Пукет. Это вся территория называется Лагуна. И по центру у нас Ангсана, Лагуна, Пукет. И наш третий отель в районе Лагуна – это Кассия. И можно сразу посмотреть, где у них конкретный пляж. По Кассии будет чуть позже, но пока мы на этой карте. У меня в презентации Кассии нету просто другой карты. Здесь вам сразу покажу. У Кассии есть свой пляж, и он находится вот тут. Там тоже обращу внимание на это, но пока мы на... Тут мне очень нравится со стороны. Вот так прямо изображение хорошее. И что касается Банян-3 Пукет. Территория очень большая, просторная. Есть выход к пляжу, но с недавних времен, вообще с октября, нам сказали, что нужно убрать все лежаки. У нас были нормальные лежаки здесь, мы выдавали там полотенцем. Обслуживания не было, но теперь и лежаки у нас забрали. Презентация, вы имеете в виду, напечатанная. Пока на английском, потому что со мной коллегой недавно поделились, и так как я отсутствовала, у меня пока нет перевода на русский. Но будет, не переживайте, потом напишите, может быть, Насте или другим коллегам, или мне. Я вам потом в течение недели вышлю уже на русском языке, уже подготовлю. А пока вам, я так сказать, для меня даже самой она немножко новая. Но в целом могу вам тут перевести, что нужно будет. То есть тут в этой области лагуны находятся 7 отелей, но мы на них не будем смотреть. Вам не нужно то, что тут написано. Хорошо. И вот эта часть, которую я показываю стрелочкой, они решили сделать, правительство Пхукета, национальным парком. Нам теперь нельзя там ставить ни лежаки, ничего. Что мы делаем? Как-то вышли, надо выходить из ситуации. Выдаем каждому такие большие пляжные сумки, в которых у вас есть циновка, или называют они его, пляжный мат. Два полотенца, водичку. Им можно расположиться, но в любой части этого пляжа. Это номер один вариант, относительно простой по передвижению, потому что вы выходите, взяли велосипеды на прокат, это бесплатно в отеле Банян-3. Доезжаете до выхода, далее уже берете эту сумку, переходите и в любом месте можете расположиться. Там вам местный какой-нибудь кокос можно купить, массаж сделать. Ну, такой типичный пляж Бангтау. Дело в том, что они не только нам запретили там что-то ставить, но и были какие-то кафешки рядом, насколько мне известно, тоже запретили им вести свою деятельность на этой территории. Если есть какие-то вопросы по пляжу еще, задавайте, пожалуйста, чтобы сразу вернуть к вам по поводу озер. И пока с пляжем еще расскажу. Это был вариант номер два с лежаками, с циновками, с полотенцами пляжными. Номер два вариант, что делать по поводу пляжа Банян-3 Пукет вашим гостям. Если вариант еще один дополнительный устроят или нет, взять шаттл, прийти на ресепшн, взять шаттл, который крутил по Банян-3, ну, заранее можно тут позвонить, в течение 10-15 минут приезжает. Не супер быстро, но как вариант не идти пешком по жаре. И он довозит вас до входа отеля Антона-Лагуна Пукет. И там уже надо будет, конечно, пройти немного. И в нашем пляжном клубе Ксана Бич Клаб есть лежаки, где можно расположиться клиентам Банян-3 бесплатно. То есть там есть две зоны. Одна зона полностью бесплатная для клиентов Банян-3. Если вы покупаете напитки, либо там закуски, перекус или решили поесть, в принципе, все это можно записать на ваш номер в отеле Банян-3, на вашу виллу. Есть также в Ксана Бич Клаб в Анксане лежаки, там красные зонтики, это другая зона. То если вы хотите расположиться там, у вас есть минимум спент. Вам нужно потратить минимальное количество в день. Допустим, просто лежак будет стоить 500 бат, там кабана будет стоить 5000 бат в день. И вы можете на эту сумму что-то взять, купить, поесть. Не потратили, то не потратили. Это номер два. Вариант, как и где расположиться на пляже днем. То есть у нас есть такой вариант. И где-то с декабря, пока они анонсировали, мои коллеги, что в районе 500 метров от нас, ближе, видимо, к Анксане, вот здесь, может быть, по дороге, я не знаю пока, где конкретно, они сделают тоже пляжный клуб только для клиентов Банян-3 Пукет. Где-то, возможно, в этой зоне, но я пока не знаю. То есть можно будет взять лодку вот отсюда, надеюсь, стрелка хорошо видна, и на вот таком boat shuttle добраться, я так подполагаю, что до Анксаны, и здесь дойти. И это будет зона только для клиентов Банян-3 Пукет. Итак, вопросы. Из-за озер, насекомых, летающих и кусающих нет. Есть, есть. Комары кусают. Ну что поделать? Комары есть. Честно, скусали почти все ноги. Отель выдает... Они проводят какую-то обработку, как часто, я не знаю. Они также выдают в номере три вида репеллентов. Распрыскиваетесь, который такой спрей. Затем вот эту таблеточку, которую на ночь можно включить. Они сами ее включают. И еще гель, который можно смазать ноги, руки, чтобы вас не кусали. Так, кафе в сторону отриггера тоже нет. Кафе в сторону отриггера. Не совсем поняла этот вопрос. А отриггер, который бывший отриггер сейчас Саи, вы это имеете в виду? Татьяна, уточните, пожалуйста. Сколько сейчас бат к рублю? Ну, вообще, я помню, что было где-то 1 к 1,7. По-моему, так. Ну, может быть, к 2, да, более. 1,7, это и последнее, то, что я смотрела. Там 1,7, 1,8 бат к рублю. Двигаемся дальше. У меня здесь, что касается английской версии моей презентации, написано, что всего 194 виллы. Их немножко больше, потому что они не указывают наши прекрасные веи, виллос. Это те же самые красивые сиренити. Я покажу дальше фотографии их. Но рассчитаны для полного погружения в релакс, благополучие, какое-то оздоровление, может быть, не только физического, но и ментального, духовного и всех этих сторон. И получается, вилл всего 217 на самом деле. Но если мы не будем брать их в расчет, те, которые веи виллос, хотя их можно прекрасно бронировать, у вас идет для клиентов включен уже кредит на 5, по-моему, где-то плюс-минус тысяч бат, которые вы можете тратить на СПА или какие-то другие процедуры. Либо идут дополнительные какие-то няшки в вашей вилле. Не могу сказать, что это супер отличающееся чем-то пространство для клиентов. Они на виллу добавили дополнительные приборы, которые там звуки природы издает. Потом лампа ухода ко сну. У вас там поющие чаши. Ну, такое минимум, чем такой вот. Дополнительно предлагают клиентам еще медитацию, guided meditation, медитацию с человеком, который вас направляет, йога, уроки йоги. Но в целом это все клиенты других вилл могут также всем этим пользоваться. Далее, что касается еще вилл, возможно, вы часто встречаете на сайтах разных, что есть Banyan Tree Phuket, а есть Double Pool Villas by Banyan Tree Phuket. И здесь у меня в презентации они выделены отдельно, как отдельный продукт чуть-чуть. Но это все один отель. У этого отеля один ресепшн, один бассейн, одни рестораны практически, один спа, поэтому это все один большой отель, очень просторная территория, порядка там четырех квадратных километров, если правильно, четырех километров в квадрате, да, тысячу акров, в общем, как они пишут здесь, я перевела, потому что не знаю, что такое акр, простите меня, и она, наверное, самая большая территория из всех отелей Banyan Tree в Таиланде. Все-таки очень просторно, берите велосипеды, чтобы исследовать и везде поездить вокруг. Вопрос. Вы сказали, на пляже нет кафешек, их убрали, убрали по всей территории пляжа, фруктовые палатки тоже убрали, убрали в нашей территории пляжа. Сейчас вам покажу, где, вот почему-то именно вот здесь, еще раз возьму указку, вот отсюда, если видите, да, вот тут такая уж начинается хвойная роща активная, и вот туда сказали, что уже ничего нельзя. Но вот здесь, прямо перед нами, что-то все-таки стоит, и это пока не разбирают, пока ничего не продают, не делают, но там какая-то маленькая постройка есть, не знаю. А у всех других отелей и далее, у нас, в принципе, он ценный свой кусок пляжа, и вот далее везде кафе есть, рестораны есть, вот туда если идти, пожалуйста, без проблем. А вот все, что отсюда и в другую сторону, ну там, можно сказать, пустота. Там есть такие прям индивидуалы, я бы сказала, местные продавцы, они там продают кокосы, они там, тележка себе приезжают и продают. То есть это как бы, я так понимаю, что это вообще не особо разрешено, но они это делают. То есть если что, мороженое там можно купить, кокос можно купить, ну такие частники чуть-чуть, они ненавязчивые, но если что, можно воспользоваться услугами. Так, так, давайте немножко про виллы, и что самое важное, это про реновации, про виллы, что у нас сейчас из последних новостей. Банян полвилла, практически все виллы у нас, не практически, а все виллы прошли косметический ремонт полный. Не полноценную реновацию, но некоторые виллы прошли и полноценную. Что это значит? Значит, вот сейчас вы видите на этой фотографии, это как бы чуть-чуть старая терраса. В некоторых вилла она так и осталась, вот немножко деревянная, да, и бассейн дальше. А где-то в некоторых виллах поменяли плитку. Сказать точно где и как, я не могу, но можно и вот такую конфигурацию видеть, и где полностью плитка новая. Это первая категория банян полвилла, от 170 квадратных метров, просторная, очень там на самом деле чувствуешь себя хорошо, дышишься легко. И большой бассейн, почти 20 квадратных метров. Во всех наших виллах есть открытая ванная. Тоже можно там дополнительное такое времяпрепровождение, так сказать. И еще в этих виллах, в чем интересно, в интерьере есть подиум, как вы знаете. Может кто-то знает, кто-то нет. Кровать находится на небольшом возвышении на подиуме. Для кого-то это очень прикольно, я знаю, разные есть гости. А если гости пожилые, кому-то может быть неудобно ложиться в кровать, вставать в кровать и вставать. Поэтому нужно тоже смотреть, кому как. И из-за того, что такой подиум, кровать в этих виллах не часто ставят, только если там договориться. Если это дети, то размещают дополнительно на диване. Он такой большой, просторный. Далее Банян Лагун Полвилла, в принципе, практически та же самая вилла. Вот этот диван, кстати, указан здесь. Он такой большой, прямоугольный, очень просторный диванчик. И тут тоже хорошо виден подиум. То есть, по сути, вот с одной стороны диван, с другой стороны кровать. Но 2 плюс 2 это совсем тесно. Поэтому мы размещаем здесь 2 плюс 1. Это максимум. И почему Лагун Полвилла? Потому что у нее есть также вот такая кабана, вот там. Сейчас вам покажу на указке. И есть вид на Лагуну. Далее. Это Сиренити. Я вам рассказывала, помните, вначале про Вея Виллос. Вея и Сиренити – это один и тот же тип виллы. Это новые виллы, которые у нас открыты в 2019 году. Они совсем новые, свежие. И для многих, особенно российских клиентов в частности, они в приоритете. Потому что у них этот светлый интерьер кажется более современным и интересным. Хотя мы общались с коллегами там и говорят, очень много европейцев, в частности, там, французов, например. Они предпочитают более аутентичный старый интерьер, как, если я вернусь назад, как наши, вот, допустим, Банян Полвилла с более таких темных, интересных тонах. То есть они идут в Таиланд, чтобы увидеть вот такой отель, а не вот такой современный. То есть я сама, когда только начинала работать в Банян Три, я думала, ну да, может быть, мне самой больше нравится что-то светлое. А оказывается, есть такой пласт клиентов, которые, наоборот, хотят что-то аутентичное и непосредственно заранее отправляют заявки, чтобы им дали такую виллу. И вот в этой вилле как раз и есть дополнительно, вот, не всех, а вот именно Сиренити, либо Вея. У них откатка сну, лампы специальные, там, которые будят вас, либо постепенно свет так заглушается. И здесь еще, что интересно, есть буквально несколько вилл подобной категории, у которых есть смежная дверь. И это уже совсем как-то под запрос, либо коллеги так распределяют впоследствии. То есть их можно делать как коннекты. Их буквально, по-моему, шесть вилл, то есть три пары. В этих вилл можно сделать две и получается как двуспальная вилла. Далее, Сигнача полвилла, практически все вилла отреновированы здесь. Не все, но практически полностью прошли реновацию. В чем тут была реновация? Как раз-таки вот этот подиум, который вы видите на экране сейчас, его убрали. Вот то, что я бы говорила в начале, ну, не в начале, а две минуты назад. Именно по отзывам клиентов, некоторых там пожилых людей, им было очень неудобно этот подиум, неудобно ложиться на кровать, вставать с кровати, там, не знаю, коленки больные или еще что. И они в новых номерах вообще убрали весь этот подиум, и там стоит обычная кровать на ножках. И, ну, вот такая вот система. Адреновированные виллы чуть светлее, у них уже немножко другой интерьер, более такой золотистый, светлый, меньше такого темного дерева. А также тоже ванна снаружи, бассейн намного большего размера. Здесь уже 2 плюс 2, либо мы на этой кровати можем положить еще ребенка, либо даже взрослого, и еще поставить экстра бет рядом. Другой вариант у нас Grand Lagoon Pool Villa. Некоторые из них в данный момент прямо закрыты на реновацию. Здесь прикольно, что есть у вас такой, как это называется там, не мостик, а терраса с видом на лагуну. Да, сюда точно берите средства с комаров. Комары там есть, но все равно интересно наблюдать за лагуной, птицами, которые там обитают. Это такая живая, приятная инфраструктура, приятное место. СПА Pool Villa у нас некоторые сейчас полностью закрыты на реновацию. Диван не раскладывается, посмотрела на ваш вопрос. Нет, он просто такой большой. Он большой, он местительный, он почти 2 метра в длину, поэтому, а в ширину, я думаю, сантиметра 90. То есть это как нормальная кровать в целом. СПА Pool Villa у нас, как я сказала, несколько закрыты на полную реновацию. Другие тоже проходят там, они в нормальном состоянии, не супер. Мы, ну я не сильно их пока, как бы, у меня были некоторые не очень хорошие отзывы в прошлом году, поэтому, ну такой вариант, я что-то пока не рискую, его так открыто промотировать и предлагать, наверное, потому что был там один такой отзыв, но с другой стороны клиенты разные бывают. Но здесь такое большое преимущество, на самом деле виллы очень классные, потому что они большие, просторные, это 550 квадратных метров. То есть для тех, кто любит действительно какой-то простор вокруг себя, может быть у кого-то какие-нибудь фобии маленького пространства, я не знаю. И в эту виллу, в категорию входит массаж каждый день на 60 минут. Можно бронировать и приходят к вам сразу на виллу делать массаж. Это очень прикольная идея, на мой взгляд. Сигнеча ту бедрум у нас, они, ну по-моему, вообще не по-моему, они не отреновированы, они в состоянии удовлетворительном, не могу сказать, когда они стоят у нас по плану на реновацию, но как это будет и когда, я не могу сказать. Пока это состояние нормальное, скажем так. Состояние нормальное, это состояние не вау. Двигаемся дальше. Гранд ту бедрум, они полностью уже реновированы. Это самая популярная категория, это просто за ней какая-то охота была в этом году у меня. И даже в очереди стояли, там, в листе ожидания. Но нужно смотреть сейчас, если мы практически полностью забронированы, но иногда бывают отмены на, там, январь, например, вполне можно найти еще пару вилл. Поэтому если нету в наличии дедлакс ту бедрум, как сказал мой коллега, они могут предложить сиренити, как я сказала, которые коннекты, но их совсем мало. Но как вариант, почему бы нет. Сиренити с тремя спальнями, это бронируйте заранее-заранее, потому что их мало всего, но они самые свежие, красивые, в том стиле, который мне лично нравится. Но те тоже прикольные, ладно, ничего не буду говорить. У каждого свой вкус. Но они идеально подойдут на большую семью. Их у нас немного именно с тремя спальнями, но очень популярная категория. Это шесть взрослых, двое детей, шикарно разместятся, очень удобно. Это сиренити, три бедрум, прямо вот если у вас есть запросы на несколько месяцев вперед, можно смело бронировать уже эту категорию. Так, реновация до какого времени будет? Татьяна, вы имели в виду спа, полвилась, да? В целом, не могу вам сказать точно, реновация, косметический ремонт занимает от двух недель до четырех недель, а полноценные реновации может быть от месяца до трех месяцев, где-то так. Вот, потому что там они много чего меняют. Они, если говорить про signature, полвилу, они даже часть стены убрали, чтобы было более вместительное, можно было кровать поставить, больше места было. То есть они какую-то такую полную реновацию проводят, занимают длительное время действительно. Что касается дабл-поу-вилла с Байбани, Антри, Пукет, видите, они даже здесь тоже все равно отдельно пишут, но это, в принципе, как я сказала, тот же самый отель, они находятся чуть поодаль, они, конечно, не в пешей доступности от пляжа, это их, наверное, такой небольшой недостаток, но те клиенты, которые размещаются на этих виллах, они и не горят желанием большим, чаще всего зачастую, каждые там полчаса или час ехать на пляж. Им достаточно того пространства, которое у них есть, там два бассейна, почему они дабл-поу, потому что один бассейн, это вокруг виллы, второй бассейн длиной 15 метров, это такой большой, да, бассейн, и уже клиенты практически все время проводят на этой вилле. Они от 1300 квадратных метров, есть даже с двумя спальнями, с двумя спальнями, это 1500, и с тремя спальнями у нас есть такие виллы, и только в этих виллах мы размещаем с собаками, так что есть возможность размещения с животными, в частности, с собачками, и есть доплата 1000 бат в день, но такие запросы есть, и они реализуемы. И вот такая трехспальневая вилла с тремя спальнями, три ведром. Здесь тоже часто устраивают барбекю какой-нибудь на вилле, у этих вилл дабл-пул включен мини-бар без алкогольных напитков, есть услуга батлера, дополнительные, как сказать, такие фишки, у вас приезжает лодочка, предлагая там кокосы, либо чай, ну, в зависимости от времени дня, то есть у вас еще дополнительно к вам же туда могут, и зависит от погоды, на лодке может приехать там персонал и привезти там вам фруктов, либо кокосов, либо чай. Это тоже такой маленький, как сказать, фишка, фишка этих вилл. У этих вилл есть еще услуга батлера, у них всегда есть трубочка по запросу, батлер все поможет, расскажет, делает для ваших клиентов. Далее, как, может быть, вы заметили в начале, в ателле 4 ресторана, это Сафрон, наш фирменный тайский ресторан, действительно очень вкусная кухня, Water Court, это на завтраки, в принципе, и на ужин, и на обед, ну, в смысле, на ужин и на завтраки, он находится у нас с такими террасами у воды, ну, тоже очень приятно там обедать. Далее у нас это Вея, ресторан такой азиатский, и вот такое же название Вея Виллос, Вея ресторан осознанного питания, то есть там у вас все просчитано, как-то все сбалансировано, гармоничное, приятное, такой фьюжн, и вкуса, и для здоровья тела и души. Такая вот интересная кухня. Банян-кафе у нас находится со стороны, где поле для гольфа. Это уже в течение дня любые снеки, любая еда, которую там предпочитают, любят все, это пицца, паста, это бургеры, это сэндвичи, то есть особенно те, кто поиграл, играет в гольф, потом там обедает, ну, такое удобное, приятное место. И два бара у нас, бар у бассейна, соответственно, и бар-лобби. В лобби бар есть такого интересного, тут написано afternoon tea, но у нас еще они накрывают фрукты бесплатно, по-моему, с трех часов дня, там с трех до четырех проходят местные, ну, экзотические, да, для нас для них, это такие стандартные все фрукты, вам бесплатно нарезают манго, что там есть, маракуйя, арбуз, дыни, ананас, дрэгонфрут, все, что у них в данный момент сейчас в сезоне. Итак, вот такие велосипеды выдают, я думаю, это тоже хороший формат исследовать большую территорию отеля, в отеле только один бассейн, и обязательно тоже попробуйте наш прекрасный спа-комплекс, и клиента посоветуйте, потому что у нас рядом с нами практически находится Академия Банян-3 СПА, в ней, на Пукете, прямо в центре лагуна, и в ней обучаются не только, не только наши сотрудники, но, как мне сказали мои коллеги, что лучших из этих студентов, которые проходят обучение в Академии СПА, оно длится там до 6 месяцев, лучших забирают работать в Банян-3, во все это ли Банян-3, не только на Пукете, и покрывают, по-моему, потом обучение, то есть уже, которое они оплатили, и забирают работать к нам. Не знаю, если ваши клиенты играют в гольф, но напоминаю о том, что у нас 18 лунок в гольф-поле, и есть еще несколько вариантов для проведения мероприятий, будь то день рождения, либо свадьба. Я посмотрела, очень хорошая локация, с красивым таким понтоном, можно сказать, с красивой террасой, и даже в ноябре у нас было две больших индийских свадьбы, не знаю, если что-то, по-моему, в декабре тоже что-то планируется, но можно задать им фору и тоже провести какую-нибудь красивую свадьбу уже в русском стиле. А индийские свадьбы – это что-то нечто. Это 3-4 дня, они празднуют только в Таиланде, в частности у нас в отеле было. В течение всего дня – еда, музыка, веселье, алкоголь, массаж, массаж. И потом они возвращаются в Индию, и еще в Индии они где-то дня 3 потом празднуют еще в Индии. То есть свадьба у них – это целая неделя. Мероприятия можно провести на вашей вилле, если, допустим, дабы полувилась очень большая территория, есть где разместиться. И в завершении хотела, наверное, показать вам короткое видео, как это все выглядит. Давайте посмотрим. Если вопросы по Пукету есть, пишите. Далее мы с вами, секунду, передвигаемся на Самуэ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и многие клиенты наши тоже там отдыхают, так сказать, простите за фамильярность, не парятся, но клиенты разные. Я тоже понимаю всех. Кто-то платит там за лежак, за море, кому-то это не так важно. Поэтому напомню еще раз, что мы будем дополнительно делать зону только для наших клиентов, где-то рядом с Анксаной. И как только будет информация и фото нормальные, где-то это в декабре уже будет, то есть к Новому году это будет готово, мы сразу вам сделаем рассылку, отправим и расскажем об этом. Итак, Банян-3 Самуэ. У меня здесь тоже новая презентация, и она пока на английском языке, но я вам говорю сейчас так. Самое важное, что нужно помнить про Самуэ, на мой взгляд, так, и давайте чуть пролистаю, потому что она для меня тоже относительно новая, честно, простите. Это то, что Самуэ, это не только летнее направление. Если вы посмотрите там любые сайты, где написаны, там, погода описана на Самуэ, это не только там с марта по, не знаю, сентябрь-октябрь, но довольно сухой сезон у них в декабре, январе, февраль. Конечно, сезон на сезон не приходит, глобальное потепление есть в нашем мире, погода меняется стремительно, каждый год, знаете, жара в Европе, какие-то катаклизмы происходят. Конечно, и там тоже не знаешь, когда пойдет дождь. Сейчас тоже затянулся сезон дождей, вот в ноябре очень часто идут дожди до сих пор, хотя раньше они заканчивались раньше. И поэтому, как вариант отдыха на Новый год, на январь, я считаю, что можно смело рассматривать, посмотрите, говорю еще раз, прогноз погоды, и можно не переживать и лететь на Самуэ, там, рейсом через Бангкок, например, лететь на Самуэ отдыхать. Напомню, что основная примечательная черта отеля Баня-3 Самуэ в том, что у нас своя лагуна закрытая, и на этой фотографии очень хорошо видно, что она со всех сторон отделена. Никаких лишних людей или туристов из других отелей, регионов у нас на пляже не будет. Отель довольно, как сказать, холмистый, да, с одной стороны, не с одной стороны, и это большое-большое плюс и преимущество, потому что с большинства вилл у нас открываются очень красивые виды, там, как и на закат, на рассвет, даже с некоторых, вот на самом юрку, которые тут находятся. Но очень красивая территория, большая и вся в зелени. Мы находимся вот здесь на, это что у нас получается, юго-восточной точке, недалеко от пляжа Ламайн, если это так, о чем-то да, говорит, и всего в 30 минутах езды. У нас всего в... Так, сейчас, секундочку, отвлеклась. Виллы это такой тоже очень, я бы сказала, типичный банян-три-отель, выполнен в темных, красивых тайских... 30 минут езды от аэропорта, да, я не сказала, простите, от аэропорта. В темных таких немножко тонах частично, но зато он напоминает очень, не знаю, прям погружает в атмосферу Таиланда, на мой взгляд. Все виллы у нас за пандемией были отреновированы. Как я говорю, отель не терял время и сделал хороший везде полный, полноценный ремонт на каждой вилле. У нас несколько категорий. Есть категории с видом на море, с частичным видом на море. Можно выбирать на любой вкус с видом, просто утопающим в зелени. Но огромное преимущество практически у всех вилл, так как они все в зелени, что ни с одной, ни с другой стороны, но если мы не говорим, что прямо перед вами, не будет видом на другие виллы. Только если они где-нибудь там напротив, с другой стороны, как видели, вот мы на холме, вот с той стороны можешь кого-то видеть. Но вы не будете видеть соседей с двух сторон между вами. Это большое, на мой взгляд, огромное преимущество для тех, кто хочет какой-то уединенного отдыха. Вилла очень просторная, от 150 квадратных метров. Пожалуйста, это большая территория, ну, относительно большая. Но они все примерно одинаковые. То есть у вас есть гостиная зона, у вас есть спальня и большая просторная ванная комната с выходом прямым у нас спальня к бассейну. То есть уже проснулся, можно делать классное видео, проснулся, вышел, открыл шторки и нырнул в бассейн. А там уже вас ждет плавучий завтрак, как вариант. И дополнительные преимущества у разных вилл. Это, например, вот здесь есть у нас место для отдыха. В других виллах у нас с другой стороны есть место для спа-процедуры или массажа. На этой фотографии очень хорошо видно со стороны нашу виллу Horizon Hillcrest, полвилла, которая с красивым видом на горизонт. Сколько вилл в отеле? Ой, что-то я растерялась. Сейчас вам скажу. Сколько вилл в отеле? Я уже не помню. Давайте сейчас я вспомню, потому что у меня в бане на 3 крови 72, там у нас 195 и еще там что-то 28. Там, кстати, столько номеров. Я вам вернусь по поводу Самуэ. Хорошо, Лена? И у нас, так, возвращаясь к Самуэ, ой, аж засмущалась, что не помню. Так, и здесь также есть такая категория, как well-being, sanctuary, полвилла. Это, на мой взгляд, плюс-минус та же, как сказать, категория, как вея на Пукете, но у вас дополнительно есть там процедуры, у вас дополнительно включен там массаж, массаж. Ну, в общем, такая полная релакс-атмосфера, если вы бронируете well-being, sanctuary, полвилла. Та же самая вилла, по факту. Я не знаю даже супер-мега преимуществ, почему нужно бронировать well-being, sanctuary, полвилла, а не бронировать, допустим, другие. Ну, только если у вас там пыющий чаш, вы хотите делать какие-то дополнительные массажи там, у вас кредит в спа. Ну, и, собственно, все. Я так думаю. Ну, вот, дополнительные йогу вам дают, есть место для этих процедур. Ну, в общем, для меня, по крайней мере, может быть, ничего сверхъестественного, ничего супер-особенного в этой вилле, на этой вилле нет. И самая большая категория – это Royal Banyan Ocean Pool Villa. Она относительно… Нет, простите, это не самая большая, самая большая – Presidential. Royal – это, ну, вот, если даже посмотреть сейчас на экран, вот та же самая большая вилла. Большая вилла, примерно одинаковая. Почему у Royal? У нее красивые виды. Красивые виды на лагуны, красивые виды открываются повсюду. Может быть, будет вопрос или нет у нас. Для тех, кто, и не только, для тех, кто живет наверху, на холме, обязательно, конечно, есть услуги баги. Вы вызываете, может быть, там, на ресепшене, чтобы вас отвезли, либо обратно спуститься, кто не хочет много гулять. Пышком, сам понимаю, влажно, жарко, и пока дойдешь, там, до завтрака уже спотеешь. Для семьи предлагаем Family Deluxe, вилла с таким большим анклавом здесь, с мини-виллой рядом с вами. Скажем так, большая вилла и мини-вилла. Депозит в отелях есть. Депозит идет где-то из размера 3000 бат в сутки. То есть у вас, получается, 10 дней проживания, они могут забронировать у вас там 30 тысяч. Ну, можно еще, в принципе, договориться и могут взять частично только. Либо можно оставить наличными, как вариант. И такая же вилла, как Family, у нас есть тоже с таким вот тоже анклавчиком здесь, но уже с видом полноценным, красивым, на восток и на запад, на два залива. заливом, ломая и залив наш, который лагуна. И вот самая большая, это Президеншал. Она у нас тоже, видите, везде в леса, так все пышно, зелень повсюду. Очень просторная территория. Не такая большая, конечно, как Банян-3, Пукет, но там больше все. Такой простой ландшафт в одном, на одном уровне. А здесь уже у вас есть какая-то рельеф в этом ландшафте. Так, двигаемся дальше. До пляжа, говорю, либо пешочком, либо на баги. Мы довозим на баги. Пляж наш, где была фотография пляжа была. Сейчас, может быть, следующее. Вот тут видно, посмотрите сбоку, да? Вот тут видно, пляж хороший. Отливы-приливы в данном случае есть. Может быть, немножко кусаются, когда отлив. Я смотрела фотографии. У меня, по-моему, в этой новой презентации, честно скажу, нету фотографий с... Сейчас, секунду, я ищу отдельно файл. Нету фотографии, где есть такой прям показан отлив. Там внутри в воде есть камни. И, конечно, рекомендуйте на всякий случай, может быть, надевать тапочки для плавания. Кусаются. Может быть, кто-то там внутри живет, кусается. Я просто... Они, конечно, там, не знаю, чистят, не чистят, но именно на самую, я уже, может быть, рассказывала эту историю много раз, я наступила один раз в пляжа. И мне это было очень неприятно. Он, конечно, не укусился, но такая история неприятная. А здесь вот есть у нас камни. Вот тут, опять же, красивые фотографии. Видите, что с одной стороны, что с другой стороны. Это сделано уже в такой небольшой начинающийся отлив. Но когда отлив есть, оголяются камни в воде. Планктон пощипывает, по-моему. Ну, по-моему, он везде пощипывает. Но Планктон пощипывает, по-моему, больше на Пхукете, если честно. А не вот саму Индон, везде пощипывает. Но это же не страшно. Или как вы, Ирина, не нравится вам Планктон в воде? Расскажите. Вкратце. Что касается еще... Кого укусил? Меня укусил? Планктон или кто? Я растерялась. Может быть, сообщения приходят задержкой. Но я, наверное, растерялась, уже потеряла линию. Сама сказала, кто-то кого-то кусает. Нет, я наступила сама на ежа, но в воде иногда кусается Планктон. Рыбки не кусаются, но... И хорошо. А, меня кто-то укусил. Я наступила на ежа. Планктон тоже кусал. Да, рыбы нет. И вот на это фотография. Давайте посмотрим. Море, мне кажется, важнее, чем что-либо еще для наших клиентов. И вот здесь, значит, когда отлив, оголяются эти камни, и не очень удобно и комфортно плавать. Но отлив, приливы у нас сколько? Два раза в день приходят, где-то каждые 6 часов. Поэтому море всегда... Будет время в течение дня поплавать спокойно, с хорошим входом и хорошей глубиной. Поэтому этого можно не бояться и смело приезжать в баню Антри Самуи. Дополнительно мы, кроме нашего любимого ресторана Сафрон, ресторанного пляжа The Edge, мы предлагаем такие варианты времяпрепровождения, как ужин у вас, барбекю на пляже, либо завтрак такой плавучий, либо форматы. Кстати, часто вижу, делают. Раньше я видел только в своих презентациях, а тут я увидела в реальной жизни, что люди устраивают романтические ужины на пляже. Красиво все организуем, потому что есть эта возможность. Мне очень понравилось. Там тентики, огонечки, свечечки. Из дополнительных... Как сказать... Что еще можно сделать в отеле Банян Три Самуи? И помимо спа прекрасного, у нас есть еще какая-то фотография Rainforest. Это наш центр гидротерапии. Довольно большого размера. Сейчас у меня будет, по-моему, дальше еще фотография. Где же она у меня? Нет, она, видимо, будет дальше. Она была здесь. Давайте расскажу, вернусь и покажу сразу. То есть у вас есть несколько таких кабинок, которые проходят горячий-холодный душ, потом сухая, влажная. Это сауна. Назовем это сауной, наверное. Платная услуга, когда вы проходите такой небольшой маршрут из девяти таких комнаток. И потом отдыхаете, либо делаете гидромассаж, отдыхаете на лежаках. Вот здесь подогретых, там сбоку. И весь этот, все эти процедуры, весь этот комплекс и маршрут помогают телу и организму полностью расслабиться. Не только самому телу, потому что у него разные температуры, разные режимы, разные, как сказать, влажность, там, химидити. Но также влияет положительно и на циркуляцию крови, и там, на давление. То есть получается, что вы полностью расслабляетесь, тело расслабляется. И да, это платно. И уже можно выдохнуть, расслабиться. Отдохнуть делайте на второй день после прилета, чтобы уже можно было смело кайфовать от вашего отпуска. Такая же рейнфорест, такой же у нас тропический лес есть еще и на Краби. Пока он, правда, закрыт на месяц. Но это только два места. Это Самуи и Краби, где у нас есть рейнфорест. На Пукете такого нет, к сожалению. Тоже мне очень нравится эта фотография здесь слева, потому что видно, какая зеленая красивая территория у отеля. И можно сказать, что у вас просто частный отель, никого лишнего, ничего лишнего, напомню. А вот они и камни, кстати говоря. Посмотрите здесь на фото слева. Вот такие вот внутри. Но довольно глубоко на самом деле. Вот здесь, если прилив, вот тут, конечно, не глубоко уже, а дальше уже глубоко. Но все равно, в всякий случай, там, ну, можно не сильно там плавать. Вдруг там есть ежи. На них не наступайте никогда, пожалуйста. Но зато в таких, это, конечно, как риф или что это, обитают рыбки разные, там, морские обитатели. Очень интересно за ними наблюдать и заниматься снорклингом. Для детей здесь кик-клуб, разумеется. Услуги няни, спа-центр. Вот он еще раз на фотографии показан, наш Рейнфорест. И что я хотела вам рассказать еще, наверное, давайте посмотрим с вами видео, потому что на Самую уже все. Дальше у меня идет уже митинг с ивентс. Это не так актуально для Самую, как это актуально для Пукета. Поэтому хочу перейти сразу на наше видео. Одну секунду, пожалуйста, я его отдельно включу, чтобы посмотреть, как это все выглядит. О, спасибо. 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 Шикарное море, шикарный пляж вообще. Вы видели в видео, да? Отличная территория. Зачем нам нужен Пукет? Надо лететь на Самуи, на Новый год. Мне кажется, точно. Из спортивных площадок у нас это только фитнес-центр. Бегать тут не супер, потому что ландшафт, ну, может быть, кто-то, если и атлет, или более спортивный человек, ну, либо вдоль пляжа, и все. То есть, если про спортивные площадки, это очень мало в данном отеле. Это больше на релаксно такое. Если, скажите, не если, а скажите, что вам еще больше нравится? Пукет, Самуи или какие-то другие острова или другие места в Таиланде. Вот даже интересно ваше мнение послушать, потому что я недавно была на Пукете, и я не могу сказать, что я просто говорю в целом про остров, не про какие-то отели, но Пукет меня не сильно вообще впечатлил. Может быть, я пока не приняла решение, почему, но мне кажется, что есть пару мнений, но сперва хочется услышать вас. И как вам Пукет вообще? Мне кажется, что вот Самуи более, это маленький остров, да, он меньше много, Пукет, он менее развит, есть какая-то своя у него такая небольшая энергетика, больше, может быть, он тайский. Пукет очень, как я это увидела, очень, не то чтобы он очень развит, он такой прямо густо населенный, что ли, там едешь по этим улицам, постоянные пробки, если куда-то хочешь выехать за пределы отеля, какой-то вот прямо очень-очень туристический, и не только. Вот вроде того, да, а вот Самуи, конечно, другое, другое вообще рода. Это вот такой Чанг еще не доехала, но у меня еще был опыт Краби. Это, кстати говоря, мы сейчас вот туда и идем с вами, и следующий наш отель, это Краби. Кто-нибудь был на Краби? По поводу Самуи, где перекусить, вы знаете, если за пределы нашего отеля, но нужно добираться пешком, не дойти никуда на Самуи, если мы говорим про Самуи, поэтому, да, там только сколько, два отеля, два ресторана, да, надо еще куда-то ехать, скорее всего. Да, я была на Рейли, тоже заехала. Я была на Самуи, Пукет, Краби, но вот мне пока Краби, честно, понравился. Может быть, это просто мое, если хочется именно, как сказать, чуть больше отключиться и больше к природе вернуться от вот этого потока туризма, ресторанов, Паттайв на Пукете и большого количества скутеров, то, мне кажется, Краби – шикарный вариант. Отель наш открылся два года назад, вообще новый, чистенький. Есть нюансы, очень влажно, очень влажный климат на Краби и уже заметно в некоторых местах отеля. Меня это поразило, потому что всего два года влажный сезон дает о себе знать. Ой, не знаю как, то есть вот там где-то я увидела какие-то моменты, то есть ты уже понимаешь, что они, бедняги, работают над тем, чтобы поддерживать хорошее состояние отеля постоянно. И это оказывается очень сложно. Вот такой у нас вид из лобби, как она вы видите на этой фотографии здесь. Вы приезжаете в отель и сразу открываете такой вид. Если, допустим, вы прилетаете, например, утренним рейсом Аэрофлот, который прилетает в 10 утра, в 10-10.30, в 11 вышли, в 12 получили чемодан, до Краби добираться из аэропорта Пхукет 2,5 часа на машине, и вы как раз приезжаете к заселению к 3 часам в этот отель. Не нужно вам приезжать в какой-то другой, ну, допустим, прилетаете там в 10-12, вышли, это я уже прям максимум беру, а так вы уже в 11 можете выйти, да, из аэропорта с чемоданами, и ждать потом еще 3 часа где-то слоняться. Это если у вас, конечно, утренний рейс. Если вечерний рейс, и вы прилетаете в 9, то в 12 добираться до Краби, наверное, не очень удобно. Но можно его комбинировать. Я бы даже и раньше я предлагала активно Банян-3 Краби как комбинацию, там, Пхукет-Краби. Сейчас я бы даже больше сделала акцент на Краби, что это нормальный полноценный отдых. То есть 5 дней, это вообще шикарно. Конечно, какие у кого запросы, и ради чего клиенты едут в Таиланд. Так, пропустила вопрос, саму и для какой категории туристов осознанных. Что вы имеете в виду, Татьяна, по словам осознанные туристы? Ну, осознанных, да. В принципе, да. Можете написать, что вы имеете в виду, по словам осознанный отдых? Потому что у меня это разное. Это осознанное питание или... Вы имеете в виду те клиенты, которые знают, куда едут и знают, для чего, или вот, в принципе, можно всем предлагать, потому что все останутся довольны. Ну, такого тоже не бывает. У всех свои ожидания от места, куда они летят. И, знаете, если заранее не предупредить тоже, что там склонны к отливам, например, или там на Пукет какой-то сезон, там большие волны, или наоборот, большая территория, маленькая территория, то, конечно, клиент может не так понять что-то. А если заранее уже подготовить его конкретному отелю конкретному, то есть он выбрал сам, ему понравились номера, цена, там, качество, а уже потом тоже подготовить, какая вилла будет, чего примерно ожидать. Хотя лучше, но это в идеале, для меня осознанность, это еще стараться жить без ожиданий. Так проще, но не всегда получается, к сожалению. Да, я сказала бы, что это лакшери-туристы, скажем так. Это, конечно, ну, лакшери тоже бывает VIP, да, VIP, а бывает осознанный высокий уровень клиентов, которые готовы платить там от 600, от 1000 долларов в ночь и выше. Да, но мы не говорим про 10 тысяч ночи, это не те цены, это не тот уровень VIP, но те, которые знают, куда едут и зачем они туда едут, для какого отдыха они туда летят. Если вернуться на Крэби, то я тут осталась, пока на этой фотографии не листаю, хочу показать, что отель окружен национальным парком. Вот это все, это у нас национальный парк вокруг, у нас даже здесь есть вход, вот с этой стороны, можно и можно и нужно, другим уже только осознанным немножко клиентам, пойти на такой мини-трекинг. Очень интересный, довольно много сил и калорий можно потратить, хорошее времяпрепровождение. 3,7 километров занимает путь наверху, там дальше есть гора, она называется Dragon Crest, что-то там, дракона. И очень красиво виды открываются свыше точки этой горы, просто виды на весь Краби, виды на море, самые роскошные фотографии оттуда. Но и сам путь очень прикольный, через эти джунгли проходить, но он такой физически очень активный. То есть 3,7 в одну сторону, понимаете, 3,7 обратно, это порядка трех часов минимум туда-обратно, даже я бы сказала 4. У отеля есть свой пляж, да, все пляжи в Таиланде, они паблик, да, общественные, но так как мы находимся в самом конце пляжа, пляж называется Тупкаек, если вам это о чем-то говорит, ну, может быть, вы знаете, куда идет Рис Калтон в ту сторону, по-моему, у меня дальше есть фотография еще одна, фото сейчас покажу вам, план. И у нас получается самый последний отель этого пляжа, поэтому туристов, которые слоняются туда-сюда, вы не увидите их, не будет. Песочек очень приятный, он намного тоньше, чем Пукет, очень хороший, пологий вход в море. Да, отливы-приливы бывают, честно, не такие значительные, как когда-то я видела на Бали. И опять же, каждые 6 часов, и этого достаточно, чтобы и туда раз в день, два раза в день стабильно можно было искупаться в море, а на другие часы, когда вы понимаете, что сейчас будет отлив, можно поехать, взять лодку, поехать какие-то острова рядом с нами исследовать, можно только взять у самого отеля, лодка приезжает там сюда, и сразу вы едете исследовать что-то еще, что есть на Крабе. У нас есть своя река, тут проходит в зависимости от сезона, она либо, так сказать, полноводная, маловодная. Виллы, которые слева, сейчас сразу покажу, потому что дальше у меня уже не будет такой красивой фотографии вида сверху отеля. Есть тоже большие виллы с практически прямым выходом к морю, но тут такой нюанс. Вот эта река, которая вытекает отсюда, она постоянно меняет свой ход, и то она вот сюда затекла, то она вот так пошла. То есть все равно мы не можем гарантировать полноценность, что вот из этой виллы будет прямой выход к морю. Туда может вот река вот так вот пойти, или она потом вот сюда пойдет. Вот такие моменты. Река без запаха совершенно, это просто вода, которая с гор стекает, который, как сказали, где-то читала, та вода, которая в земле находится, и уже она, земля ее больше не принимает, и вода просто уже стекает вниз. Так, были вопросы. За пределами отеля есть еда? Вы имеете в виду краби? Краби, еда есть, если гулять вдоль пляжа, в ту сторону у нас, куда, я показываю сейчас стрелкой, есть отели, которые стоят, там отели 4-5 даже, наверное, подряд, и дальше есть пару ресторанов, чисто ресторанчиков таких местных, с вкусной едой, можно обедать, поужинать в них. Если, либо в других отелях, ну это так, либо ехать в Аонанг, но в целом этого довольно-таки хватает. Питание, какое рекомендуем, вы знаете, на любителя, во всех отелях Банян-3 и Пукет, Самуи, Краби, у нас питание либо BB, HB, FB, в самом отеле только два ресторана, поэтому и бар, поэтому у нас, не могу сказать, что супершикарный выбор из планов питания, на две недели, и вы никогда не будете повторяться, но в целом меню хорошее, можно 5 дней стабильно есть разную еду. Давайте еще раз вам покажу на Краби, то есть вы, возможно, знаете, там известный, да, Рая Вади, он находится где-то вот тут. Далее мы вот здесь, то есть мы едем из аэропорта Пукет, вот так, по этой дороге, вот сюда, там хорошее быстрое шоссе, можно добраться, потом нам нужно вот так заехать, вот тут мы, ну либо вот тут срезать, и уже в отель, все равно через низ. Где покушать? Либо отели в ресторане, либо за пределами отеля, если вы гуляете вдоль пляжа, как я сказала, есть другие отели, и есть несколько ресторанов, которые не при отелях. И, пожалуй, это все, ну то есть там 2-3 раза в отеле, 2-3 раза в этих ресторанах, дополнительно прогуляться по пляжу, смотрите, не наступите на крабов, там их очень много, если на Пукете они есть, такие крабики, знаете, песчаные, да, называются они, которые в песке живут, то тут просто можно наблюдать за их баталиями, как они дерутся друг с другом, их очень много, как они там отбирают ямки друг у друга, как они их там копают, это все, ну прикольно, такая жизнь есть, больше жизни, я бы сказала здесь. Что касается проживания, сейчас, какие сейчас цены в Таиланде на еду? Какие цены в Таиланде на еду? Да, так как в Москве, если честно, да нет, конечно, можно найти что-то более оптимальное, но в отеле-то всегда недешево, это в принципе во всех отелях мира, ну я бы сказала от, давайте, если в рублях, например, да, от 300 до 1000, это вот вы можете от 300 бат, смотря где, если это ресторан при, ресторан вот на вот этой улице или рядом с нашими отелями, ресторанчики, ну какой-нибудь там Паттай будет за 200 бат, 220 бат, плюс-минус такая цена, 200-300 бат за блюдо, ну и то 300, это уже так, хорошее блюдо, а в целом 200-250 бат. Здесь номера очень светлые, отличие от других отелей, Пукет, либо Самуи, в том, что здесь есть сьюты, каждый сьют у нас со своим бассейном, прекрасный, на мой взгляд, один из лучших вариантов проживания, не все такие, это гарден-сьют, у вас есть помимо своего бассейна терраса, где можно посидеть, выпить кофе, чай после обеда, из них частично есть вид на море, но не у всех, тут нужно уже смотреть и запрашивать. Плюс этого номера и одновременно минус, у него есть крыша, то есть там находится другой номер наверху с бассейна, с одной стороны плюс, потому что у вас, если идет дождь, у вас этот мат, вот этот матрас, он остается сухим, минус у вас все равно, конечно, какая-то крыша над вами. Далее я вам покажу сейчас паршал оушен, вид на крыше, это надо понимать, что так оно будет, скорее всего, не прямо сразу, но там какая-то зеленушка между ними есть, но все равно это частичный вид на крыше. Очень просторная территория, на самом деле, маленькая спальня, но много места для ванной комнаты и много места у вас на улице, то есть здесь, если идет дождь, то вот этот мат, вот эта кровать, она будет немного мокрая, надо это понимать, к сожалению. Но зато крыши нет и очень красиво можно лежать, встречать там закаты, закаты, это очень действительно красиво умиротворенное место, я бы сказала так, вид на эти острова перед вами, вот эти карстовые, туда, кстати говоря, возят на экскурсии, тоже можно взять обязательно, нужно даже один раз как минимум съездить посмотреть, что там. Так, секунду. Я на секундочку вышла из эфира. Прошу прощения, я возвращаюсь. Планы я, наверное, пролистаю дальше, чтобы не сильно застрять внимание на них, если нужно будет, потом далее презентациями поделимся, Лена, будет у нас в доступе, можете изучить подробнее. Вопросы есть, пишите, задавайте. Далее, это моя любимая категория с двумя спальнями, у вас едет семья, берите обязательно вот такую сьют с двумя спальнями, очень большая, красивая терраса с несколькими, так сказать, зонами отдыха снаружи, две спальни, как мастер-бедрум, лаунж-зона между вами, твины, номер с твинами, огромные ванны, комнаты, то есть действительно пространство они сделали шикарное. Отель восхитительный. Территория маленькая, довольно рельефная, потому что находится, получается, наверное, с национальным парком, и поэтому у нас тоже такой рельеф, то есть вверх-вниз чуть-чуть, но не сильно. Можно ездить на байги, но можно и пройтись там не так далеко, допустим, от вашей там сьюта, либо виллы, идти до ресторана. Наши виллы, которые у нас тоже есть, их не так много в доступе, больше сьютов, они чем-то напоминают дабл-пол-виллы, потому что окружены бассейном, светлые, у них тоже стены сделаны из стекла, прозрачные, то есть добавляют больше воздуха и света в данную виллу. Совсем другая, получается, совсем другой дизайн, отличаются от Пукета. Здесь нет прямого выхода к морю у этих вилл, вам нужно обходить через реку, но тем не менее тоже приятно отдыхать и с красивым видом на море. Я себя опять выключила, простите. Тут тоже обращаю внимание на то, что бывают отливы-приливы, можно посмотреть, везде в интернете есть, когда и какое время они проходят, какое время больше, какое время меньше, чтобы подстраивать свой график под них. И большие наши виллы, их нужно бронировать заранее, вы не пожалеете, это роскошная территория, а особенно самая шикарная у них – это терраса. Она очень большая и больше размером, чем сама вилла. То есть у вас получается практически вообще во всей концепции это баня-н-три и краби проводить больше времени снаружи. То у вас здесь такая зона для отдыха, там зона для отдыха. Не сидеть внутри на вилле, а именно наслаждаться, принимать солнечные ванны, либо, не знаю, просто отдыхать где-нибудь снаружи. Мне кажется, что у меня еще есть фотография сверху, как это выглядит вилла. Пока просто полистаю фото, как она выглядит изнутри. Так, и сейчас, секундочку. Вот, на этой фотографии хорошо видно, это зона, которая находится снаружи. То есть у вас здесь получается несколько зон для отдыха у бассейна. Очень большой длинный бассейн, прекрасный. Далее еще одна зона с большим диваном снаружи. Далее вы проходите еще две зоны с одной стороны, с другой стороны. Эти виллы мы объединяем. То есть если у вас семья на семь или даже девять человек, можно объединить виллу с двумя спальнями, виллу с тремя спальнями. Она объединяется не только вот здесь, дверь открывается, но и внутри в помещении. Вот тут не видно, но вот тут сбоку, прямо в самой вилле внутри, есть такие, ну в стене как бы с двух сторон она открывается, и можно объединять эту виллу. Только проход получается. Это у одной виллы, у другой прямо коридор, который открывается либо закрывается на дверь где-то. То есть можно объединять их и снаружи, и внутри. И уже для большой семьи предлагать смело такое проживание. Но заранее, потому что у нас здесь у нас только 72 виллы, я помню, кстати говоря. А посмотрела ли я? Сейчас вам скажу, кто мне спрашивал про самую. Я к этому вопросу вернусь. Почему я не могу вспомнить про эти виллы? Так, и что, завершая, наверное, презентацию Краби, я хотела вам показать наши рестораны. Это Naga Kitchen, это наш ресторан с местными деликатесами, европейской кухней, то есть здесь на любой вкус. Здесь же у нас закрывают завтраки, на завтраке и тайская еда, и что-то из индийского есть. Ну, то есть мы постарались максимально разнообразить питание, несмотря на то, что всего два ресторана в отеле. И наш фирменный ресторан Сафрон. Можно обязательно попробовать такую высокую тайскую кухню. Заходите к нам. Третий вариант питания, вернее, не питания, а времяпрепровождения или встречи, заката. Это у нашего бару-бассейна. Либо наши такие гнезда, мы называем Bird's Nest, такие большие гнездышки, которые расположены среди деревьев, на высоте 3 метров, в зависимости от 3 до 4 метров над землей. Там тоже очень прикольно встречать закат. Кстати, говоря про комаров, я хотела сказать, что здесь их меньше. Удивительно, но я не так заметила особо комаров, чем на Пхукете, и было больше. Я думала заранее, что там будет их больше, потому что национальный парк, джунгли, какие-то настоящие джунгли. А по сути, здесь их было намного меньше. Но была другая живность в большом-большом количестве. Вот эти ящерицы, крабы, знаете, всякие разные. Пляж. Кстати говоря, про пляж. Вот здесь у нас во время отлива видно, как вода начала уходить. Она вот отсюда доходит во время прилива. Вот так тоже она уходит. Вот эти лодочки уже ждут гостей, чтобы поехать на те острова. И потом тоже вода приходит. Очень удобно, комфортно плавать. Вот эти камушки небольшие есть, но они не мешают. Это не какие-то там опасные звери, на них живут. Нет, вполне комфортно. Рейнфорест у нас в настоящий момент чуть-чуть не работает. Какие-то у них технические там работы ведутся. Но в ближайший месяц должен заработать. Спа-центр. Разумеется, это баня-триспа. Работа на своей косметике. Есть тоже галерея, как на Пукете, так и на Самуи, где продаются вещи местных производителей. И либо наша продукция баня-три. Вся косметика это баня-три, разумеется. Если баня-три, это баня-три. В Анксане это Анксана. И еще пару фотографий покажу. А, кстати, про детский клуб. То есть если говорить, что баня-три это отдых для взрослых, совсем нет. Здесь очень прикольный детский клуб. И даже рекомендую с детьми. Но такими до 10 лет в плане... Потому что есть закрытое пространство. У них есть даже своя маленькая ванная комната для детей с маленьким, простите, унитазом таким крошечным. Вот здесь зона с маленькими стульчиками. Вот этот бассейн прикольный. То есть действительно проводить время с детьми здесь будет очень комфортно, весело. Им все понравится. Это все маленькие лежачочки для детей. То есть прямо шикарная зона для ребятишек. Татьяна, отвечаю на вопрос про когда уходит море. Советую всегда смотреть на расписание в интернете, потому что оно варьируется. То есть сегодня это в 7 утра ушло, в 7,6, это сколько там, в 13 пришло. Потом оно в 6 ушло, ночью оно опять пришло. И оно меняется по полчаса, по часу в день, разница между ними. Поэтому можно так открыть. Краби, там, tight, low tight, high tight в гугле. И у вас будет прямо в прямом эфире, можно сказать, оценивают они, когда и где находится сейчас море. Допустим, я вот сейчас напишу, краби, tight, table. Вот у них есть уже. И я смотрела, ориентировалась на этот сайт. Если вам интересно посмотреть, сейчас я скину в чат. Вот, можете посмотреть, здесь зайти. И у вас прямо должно будет написано, сколько прямо в данный момент моря, когда оно вернется, что будет через неделю. И вот очень удобно, на мой взгляд, ориентироваться по этому расписанию. Ну что, последнее, наверное, видео. Оно, по-моему, у меня такое очень продолжительное. Но в целом, если какие-то вопросы у вас есть, пишите, задавайте. Я пока тут. Видео закончится, мы с вами попрощаемся. С кем-то встретимся через... Ой, уже через 40 минут. Я думала, мы будем быстрее, но возвращайтесь, если кому интересно прослушать про Анксана и Кассия. А пока, наверное, пока, и я включаю видео. Спасибо большое всем за сегодняшнее, что слушали и что задавали вопросы. У-у-у. У-у-у. Это не то. У-у-у. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok